Так, я ведь на видео, когда я записываю, я этой херни не верю. Мой кот свинья. Здравствуйте, меня зовут Любовь. И я очень рада, если вы ко мне зашли, и я очень рада, если вы мой подписчик. Хотела снять видео о своем коте, о Рентале, рассказать об особенностях породы, рассказать о том, как я его приобрела, и как долго я выбирала, какую породу я хочу, и как правильно котов покупать, и так далее, и так далее. Но что-то я подумала, да к чертовой матери все это, потому что я просто хочу поговорить. Просто вот я хочу сегодня поговорить, без этого вот всего, без этого от напряжения. Хотя да. В общем, здравствуйте, меня зовут Любовь. Я сняла несколько видео, мои дорогие, видео о своих брекетах, о том, как я это все переживала, и это еще, наверное, не конец, потому что я потом буду разговаривать про гигиену. Мне так уже осточертело вот это вот все произносить. В ходе моего ортодонтического лечения, ортодонтическая конструкция, хирургическое вмешательство, мой врач, мой доктор. Поэтому я просто хочу поговорить сегодня. А что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я, кажется, разобралась с этим одним подписчиком. Нет, это не баг Ютьюба. Но я поняла, что это значит, что человек этот не хочет, чтобы подписки были открыты. Поэтому я не могу посмотреть, кто это. Не то, чтобы я стала бы бегать и гоняться за ним, конечно, нет. Мне просто было интересно. И я вижу, что один мой подписчик у меня есть, а все остальные видят, что на канале подписчиков ноль. Ну, хорошо, пусть будет так. Может быть, когда-нибудь их будет двое или десять. Хотя, чем больше я смотрю на себя, на эти свои видео, которые я сняла, чем дольше я себя слушаю, тем больше я понимаю, что, ох, тяжело мне будет, потому что я себе не нравлюсь абсолютно. Вот только что закончился эфир этого моего блогера, которого я смотрю. Он, конечно, классный мужик. Но нет у меня ничего из того, что есть у него. Я не мужчина. Я не настолько харизматична. У меня не такой прекрасный голос. Нет у меня всех этих бьюти-лайтс. У меня нет камеры. Поэтому, да, тяжело. Вы знаете, я стала очень так прицельно интересоваться, что же надо. Коленка моя в кадре. Что же надо мне для того, чтобы у меня была красивая картинка. Ну, опустим интерьер. Хорошо. Если объектив с размытием, с хорошим, с фокусировкой вот только на человеке, а фон задний красиво размывается, то, вероятно, можно выбрать некоторую хорошую точку и даже вот эту точку сделать более-менее привлекательной визуально. Но мне нужен свет. А свет это... Кольцевой свет мне нужен. Не такой уж он и дорогой, но тем не менее он достаточно объемный, он стоит денег. И мне тяжело будет взять эти деньги из бюджета и каким-то образом просто никому не сказать. Ну, допустим, даже я смогу эти деньги взять на свет. Но как я объясню появление в доме вот такой вот бандуры со штативом, я не буду ее прятать, как последняя... Я не знаю даже кто. Не буду я ее прятать. Меня эти все тайны очень смущают. Они меня напрягают. Мне уже очень тяжело, что никто ничего не знает про этот мой канал. А я продолжаю снимать и не могу это обсудить, потому что иногда мне хочется, конечно, поговорить об этом и, да, пожаловаться, как вам. Вот я вам жалуюсь, но вас-то здесь тоже нет. И фактически я сама с собой разговариваю. Так вот, свет. Ну, я просто скажу, что вот я решила, мне нужно. Мне нужен свет, мне нужно это бьюти-кольцо, этот кольцевой свет мне нужен. Мне нужна, естественно, камера. С камерой сложнее. Она, конечно, стоит дороже. Я рассматриваю три модели для себя. Первая модель это Sony Alpha 5000, кажется. У них там есть 5000-10 или что-то такое. В общем, после 5000 они еще сделали камеру. Но огромный недостаток этой камеры в том, что она перегревается. И 10 минут, через 10 минут ее нужно остужать. Камера фотоаппарата, это фотоаппарат, циркальная камера. Она будет просто отключаться. А я уже с вами 4 минуты говорю, и я только-только начала. Что я буду делать с камерой, которая все время перегревается. Потом есть очень дорогой Nikon D70, кажется. Но он очень дорогой, он стоит около 70 тысяч. Когда это Sony Alpha, ну как-то вот 25-30, что-то такое. Я сейчас могу врать про цены. Вот примерный, примерный разбег вот такой. И есть средний вариант. Средний вариант это Nikon D700. Вот он не перекрывается. У него есть этот дисплей, на котором ты себя видишь. А как этот мужик, ты сказал, мой любимый, он сказал, что... Если это шоу одного актера, то, конечно, вам нужен этот монитор. Я сейчас снимаю на телефон. И мне очень нравится, что я себя вижу. Но камера в телефоне, ну, ква-ква. Ничего я вам не могу показать. Ни какую-то косметику, вот, которая меня интересует. Какие-то вещи, которые мне нравятся, показать не могу. Потому что, когда я сделаю вот так, все, что вы увидите, это какая-то размытая, унылая херня. Вот так делать бесполезно. Ничего это фокусироваться не будет. А мне мой любимый человек скоро из дальней поездки привезет эти мои метеориты Voyage, Кирлен, которые все-таки... Все, мы не смогли больше, мы их купили. Потому что надоело ждать. Это новая версия. Все так интересно, все так здорово. Я бы, конечно, про это все рассказала. Но это уныло, это убого выглядит. При том, что меня еще никто ее не смотрит. Да, так что камера. И этот Nikon D70, но он очень дорогой. Вот D700 подешевле. Я не понимаю, в чем там разница. Но, видимо, разница в красоте картинки, естественно. Потом для этого фотоаппарата нужен будет тоже штатив. Хотя сам вот этот вот кольцевой свет, он со штативом. Но я думаю, что он будет не очень удобный. И свет я захочу направить в одном направлении, а камера в другом направлении. Поэтому мне будет тяжело только со штативом, который идет к этому свету. Кстати, не к каждому свету идет штатив этот. А есть такие как бы наборы, которые уже свет со штативом продают, и с креплением для телефона и камеры. Но я понимаю, что набор набором, а это крепление будет привязано постоянно к свету. А камеру я захочу под одним углом поставить, а свет под другим. И, кстати, я много обзоров смотрела о том, что этот свет люди заказывают с Алиэкспресс. Но мне вообще кажется, что Алиэкспресс это помойка. Хотя я, конечно, понимаю прекрасно, что то, что здесь прямо в Москве продается, как раз с Алиэкспресса люди заказали. Но что-то вот я вот не хочу там ждать этот месяц. А вдруг почта потеряет? А почта России это полный оттаз, и она, конечно, все потеряет. А вдруг его разобьют? А вдруг то, вдруг все? А вдруг штатив, который я выберу к свету, не подойдет? Поэтому мне будет проще. Потратить больше денег и заказать это у местных перекупщиков, и чтобы мне его там через два дня привезли, чем ждать его месяц. Непонятно, в каком виде я его там получу. Но это вообще при условии, что я открою свой великий секрет. Ну, не то, что мне, конечно, это добро. Но я стесняюсь того, что я делаю. Потому что мне кажется, что делаю я это некачественно. Не очень качественно, не очень хорошо. Плохо я разговариваю, рот у меня кривится, глаза у меня все время в пол. В общем, уныло это все будет. Признаваться вот в таком. В тайне вот в этой вот своей. Хотя этот вот мой любимый человек, он меня, конечно, потрунивает, когда мы с ней там смотрим вместе видео других блогеров. И он говорит, ну, давай чего ты? Давай тоже. Ты вот ведь иногда шутишь смешно, но ведь этого недостаточно. Хоть раз я тут смешно с вами пошутила. Мне кажется, ни разу я смешно с вами не пошутила. И вообще все из головы вылетает. Потому что вы мне вопросы не задаете, потому что вы не коммуницируете со мной. Потому что никому это не надо. Когда никому не надо, впадаешь в уныние, собственно говоря. Так вот, кольцевой свет, штатив для кольцевого света, камера, штатив для камеры. И самое-то главное, объектив. Потому что если я хочу этот размытый фон, боке, боке он называется, этот размытый фон. Вот если я хочу его, то мне еще нужно будет купить к стандартному объективу, который будет вместе с камерой продаваться, еще один объектив. И разобраться с этим всем. В общем, сколько это вместе? Ну, давайте посчитаем. Ну, свет со штативом, который здесь у перекупщиков я смогу купить. Ну, это 13 тысяч, допустим. А потом камера. Ну, возьмем эту среднюю, потому что та, которая перекрывается, это вообще не мой вариант. Средняя камера. Сколько средняя эта камера стоит? Ну, около 40 тысяч она стоит. 43. А потом штатив для камеры. Ну, допустим, я даже не знаю. 2-3 тысячи. Ну, пусть будет 45. И что еще? Объектив еще. И объектив. 8, 10, 45. Сколько это уже получается? 55, 65. Вот уже примерно столько. И Sony Vegas 100. Ну, допустим, первое время монтировать видео можно будет не монтировать. Sony Vegas либо купить придется, либо окольными бытями найти. Но что-то уже, конечно, не очень хорошо, не очень красиво. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что у меня ноутбук на ладан дышит. И я вообще очень сомневаюсь, что у него сильванов-то хватит эти видео монтировать. Так что, ну, в общем, где-то 60-70 тысяч мне на эту всю красоту надо. Ну, цена айфона. Ну, да. Но это если я все не брошу. Я когда смотрела на всякие там советы, вот это все, там девушка сказала, я вообще год снимала на телефон и ничего. Теоретически я могу пока обойтись малой кровью и, например, купить только кольцевой свет. Ну, теоретически, да. Может быть, я дойду до жизни такую, куплю кольцевой свет. Потому что тот ужас, который у меня сейчас со светом, я понимаю, что это ужас. Ужас-то почему? Потому что в естественном, естественного освещения сейчас днем очень мало, а я днем снимать не люблю. Ну, вот что-то прет меня ночью снимать. Снимаю я по ночам. И потом мне не получается установить камеру, телефон. Таким образом, чтобы мне нравилось изображение, когда я сажусь вот напротив окна и на меня падает свет. Мне нравится вот в углу сидеть или там у кровати своей сидеть. Ну, у кровати это вообще трэш-угар, потому что тогда против света получается. Так что, естественно, свет у нас отпадает. И свет электрический, лампочка-люстра, она очень плохо освещает. Я поставила сейчас напротив себя лампочку. и дальше вообще трэш-угар у меня тут. Я даже, наверное, рассказывать не буду, что это такое. Может быть, когда-нибудь, когда у вас здесь будет хоть сколько-то, и у меня будет другой свет и другая камера, я расскажу, как мы пили условно ситро и колбасу на голом полу, без мебели, и ты, милый, только начинал свою карьеру. Вот так вот я рассказывала. А сейчас рассказать об этом мне, в общем-то, стыдно. Воду выпью. Выпью воду. Что я еще хочу вам рассказать сегодня? Да, в общем-то, наверное, ничего. Про кота не получилось. Если вы до конца досмотрите, будет бунт. А может быть, я его вначале вставлю. Я не знаю. Да, вы знаете, вот что еще. Я еще задумывалась над тем, чтобы заплатить за рекламу. Конечно, рекламу видео своих этих для брекетов. Потому что вот эти видео, ну, наверное, будут интересны только тем, таким вот психам, как я, которые совершенно случайно сюда попадут. И вдруг им покажется, что что-то им это близко стало. Что-то, что-то. Вообще-то я могу говорить, что. Но не буду сейчас этого делать. Вот так не хочется сказать, что. Что им это стало близко. И они начнут меня смотреть и следить за моей жизнью, следить за моим настроением. Ну, вы знаете, как это бывает, когда ты привязываешься к человеку. И эти видео будут интересны только тем, кто ко мне привяжется. А новым людям это вообще нафиг все не надо. Я это понимаю. Поэтому, может быть, рекламу я поставлю на видео с брекетами. Но это мое видео с брекетами, оно же такое длинное. Может быть, не надо было бы его... Да, что еще? Я... Единственная программа монтажа, которая мне сейчас доступна, это iMovie. Что можно сделать в iMovie? Можно обрезать начало-конец, увеличить уровень звука, наложить фильтры. И текст, который будет... Субтитры, которые вообще через все видео будут надпись. Ну, это не дело. Это вообще бесполезная фигня. Я только звук там увеличиваю, потому что я знаю, что я... Я сама, например, ненавижу, когда не слышно блогера. Бывает такое часто вот у начинающих, у некачественной картинки, как моя, что мало того, что картинка некачественная, еще и нифига не слышно. Вот единственное, что я в iMovie могу, это выкрутить звук по полной. Да, что еще забыла? Нужен микрофон. Потому что при выкручивании звука сразу все эти посторонние шумы слышно, это все плохо. Еще и микрофон нужен. Но микрофон это вообще самая дешевая история. Что он там, 2-3 тысячи стоит, микрофон, который в камеру включается. А вот все остальное будет стоить очень дорого. Да. Насчет рекламы я подумаю, потому что я же понимаю, что кто придет. Тот, кому не интересно всю эту длиннющую историю, все эти там 15, 30, 40 минут смотреть просто не будет, закроет, уйдет. А когда люди видят рекламу, они начинают беситься, и они начинают писать. Почему я вижу эту рекламу? Убейся, удушись, удавись. Вот этого я боюсь. Если бы я, ну если бы мне кто-то сказал, нет, вот такие к тебе не придут, то тогда я бы, может, рекламу эту и повесила. Хотя, может, и так повешу. Ну потому что я устала уже от молчания, меня оглушает молчание. Меня этот вакуум убивает. Это очень тяжело, когда ты в вакууме. Вот сегодня этот мой блогер, мой, их, наш, не чей вообще, он говорил, мне плохо, я себя плохо чувствую, у меня депрессия, плохо чувствую себя морально, тяжело, стресс. И вот я к вам пришел, потому что в вакууме я. Я вот с вами тут разговариваю. Мне хотя бы комментарии пишут, но я все равно очень одиноко себя чувствую. А я себя чувствую еще куда более одинокой, потому что ему хоть комментарии пишут, на его прямой эфир в Инстаграм кто-то приходит, а ко мне никто не приходит. А вот, знаете, я бы очень хотела запустить прямой эфир в Инстаграме. У меня там есть какие-то подписчики, но как-то так сложилось, что в основном это англоязычные люди, их очень мало. Ненавижу вот это вот все дерьмо в Инстаграме, вот эти все продаю лапти, продаю нитки, продаю одежду, продаю фейковый Луи Виттон, продаю фейковую Шанель. Они еще иногда приходят, и комментарии какие-то дичайшие, идиотские оставляют. Они на тебя подписываются, потом через два дня они от тебя отписываются. Или какие-то там медийные персоны, у которых 500 тысяч подписчиков, они тоже лайкают тебя и подписываются, чтобы обратить твое внимание на себя. Я не знаю, ты вообще не карается ли Инстаграмом. Я знаю, что вот эти истории, когда ты нанимаешь кого-то для этого, или пользуешься какими-то программами для того, чтобы на тебя люди подписывались, или дут, и у тебя подписки. Инстаграм этого не любит и блокирует. Но их-то никто не блокирует, хотя у них там 10 тысяч подписчиков. Они вообще как? Откуда берутся? Почему они живые? А блокирует несчастного этого Андрея Петрова непонятно за что. И вот я терпеть не могу, когда вот эта фигня начинает на меня подписываться, потом отписываться. Думаешь, ой, а вдруг это живой человек? Да хрена там, никакой он не живой. Это вообще вот, ну, фейк на фейке, фейком погоняет симулякры на симулякре. И в общем живых-то там у меня, ну, от силы штук 30. Все остальные это нитки, иголки, туфли, фейки. А парикмахерские маникюры, ресницы, губежки. Ай, чувствуешь себя каким-то манипулируемым. Будто тобой манипулируют. Да, в общем так, и есть, тобой уже там манипулируют. А этих инстаграммов миллионы, тысячи, десятки тысяч красивых картинок. У меня там неплохая картинка, но это все равно никому не интересно. Получается. Интересно только тем, кто меня знает. А у меня очень узкий круг общения. Никто меня нахрен не знает. И здесь меня никто не знает. Ну, вот так. Злая я сегодня. Я могу быть злой, я могу быть очень острый на язык, но темы даже нет, даже ругаться не с кем, потому что нет никого. Но, тем не менее, это вот такая хроника человека, который только-только начал, у которого один телефон и лампочка. И вот, да, а этот блогер еще как-то сказал, ну, один из блогеров, который сейчас довольно популярен, он сказал, я, говорит, снимал сначала на телефон, потом я нахрен это все удалила, купил себе хорошую камеру и свет. Ничего у вас не будет без картинки и света, даже не думайте. Я удалил все эти свои старые видео. Вот я думаю. Я удалю когда-нибудь свои старые видео. Или я их все-таки оставлю. Я бы их, наверное, хотела оставить для истории, для таких, как я. Вот я всегда это говорю, такие, как я, такие, как я. Я очень надеюсь, что найдутся такие, как я. И кто-то это пересмотрит, когда у меня все будет хорошо. И я думаю, да, это возможно. Она тоже мучила, страдалась, страдала. Она была в вакууме. Никто на нее не был подписан, она была абсолютно одинока. И вот теперь у нее есть какие-то люди, какая-то аудитория. Да, какие-то люди и какая-то аудитория. Все, ребята, я не буду очень длинным делать. И так уже 20 минут натрындело. Удачи вам. Всего хорошего. Не бойтесь ничего, как я. Но чуть-чуть будьте такой, как я. Иначе я вообще никогда, никогда здесь никого не увижу. Привет тебе, будущий мой зритель. Зритель, как будто я актер. Будущий мой подписчик, привет тебе. Я очень тебе рада. Хорошего тебе дня, утра, вечера. Поешь сегодня хорошо, вкусно. Накати, если любишь. Покури вот от души, если курить нравится тебе. Но потом-то брось, конечно, а так да. Все, пока. Не Ника на Кенон. Кенон я имела в виду. Я не знаю, почему я все перепутала. Кенон 80D. Кенон 70D. Это вот самые дорогие камеры. А Кенон 700. Это такая вот средняя. Но тоже, конечно, очень дорогая. Дороже, чем этот Sony Alpha, который перегревается. Я не знаю, почему я все перепутала. Это вот, чтобы вы мне потом не писали через 5 лет. И не говорили, что я дура. И все неправильно сказала. Я сама все знаю. Все. Всего вам хорошего. Еще раз.